здравствуйте все сегодня хочу вас познакомить я с крэнками которые приобрел на алиэкспресс вот такие вот мне пришли на днях три крэнка это копии на юзури 3d крэнк вес этого крэнка 17 с половиной граммов 11 сантиметров длина вот эти вот воблера у их но заявлено как вот разных продавцов почему-то разная глубина заявлена но в основном среднем она идет четыре с половиной на метр глубина заглубления использую я их на троллинге показывает очень хорошие результаты ну буквально это буквально второе третье место у меня по уловистые они ловлю я их в основном осенью можно заглублять их даже глубине шести с половиной метров но это какой сделать отпуск плетенки так что можно их и загнать до шести с половиной метров так что вот эти вот воблера вот такие вот эти осветочки купил брал я где-то пределах 97 рублей сейчас посмотрел они уже стоят около 200 рублей в связи с тем что повысился дорого и цена на алиэкспресс повысилась так что вот такие вот я советую всем начинающим троллингистам брать вот такие вот недорогие воблера крэнки на алиэкспресс потому что вот эти я брал это начинал брать когда вот этот вот крэнку на магазине стоил у нас 700 рублей но я благополучно его оторвал так что пенсии нахожусь по 700 рублей мне дороговатый стал брать на алиэкспресс но сейчас вот цена естественно у их поднялась я не смотрел за 1000 рублей это он явно будет стоить вот такие вот воблера вот такая рассветочка между прочим многие на июне рыбачат вот я такую приобрел потому что я то осенью встретил одного рыбачка ловит он такой вот такой ну как я его называю красноголовик как я спросила ловится на него ну берет он говорит пореже но щука крупнее так что вот такие вот попробую я сам половить на эту воблер так как у нас сезон начинается сейчас весна вот такие вот воблера реплика на южуре 3d crank 11 сантиметров 17 с половиной грамм вес вот такие приобретательные экспресс на этом все до свидания кто смотрит мой канал подписывайтесь да между прочим вот видите вы их покраска на внутренняя так что она принципе не стирается почему 3d crank вот она этот мактайгер вот тоже уловистый воблер вот такая вот расцветка крючки острые я никогда не меняю некоторые меняют сразу на омаровские я никогда не меняю так что иногда бывает получше то что крючок может просто разогнуться или сломаться щукует я ни разу и чтоб у меня не разгибался и ломался зацепишь иногда за дерево за какое-нибудь все начинаешь тянуть хорошо что он сломается или разогнется крючок так что это все до свидания хороших улов всем